Азербайджан Вы знаете, я не думаю, что тут вопрос о привычке, то есть привыкании. Я думаю, что все это помещается в общий процесс, в общую логику процесса. То есть я думаю, что так как все-таки переговоры идут вокруг итогов войны, итогов войны 90-х годов, то и фактически Азербайджан ставит вопрос о пересмотре итогов войны. А армянская сторона, естественно, отрицает эту возможность. То есть армянская сторона, я думаю, в общем итоге, знаете, несмотря на всякую риторику и дипломатический язык, все-таки вся идея в том, что надо учитывать итоги войны, то Азербайджан в этом случае говорит, если вы ставите вопрос в этом плане, то мы считаем, что это был первый этап войны. То есть мы проиграли, так сказать, битвы, но не проиграли сражения, да? Или проиграли сражения, но не проиграли войну в целом. То есть это ответ на поставленные в этом ракурсе вопросы, я думаю, всего лишь. Они, вопрос не в том, что, причина не в том, что они привыкли, скажем, к башиняну. Я думаю, что прошло очень мало времени и очень мало опыта общения с башиняном, чтобы прийти к выводам, что они очень хорошо уже знают своего контр-партнера. С учетом того, что за переговорным столом напряженность несколько возросла, а, как вы сказали, сейчас Азербайджан не очень знает, как разговаривать с башиняном. Возможно ли, что возникнет эскалация на конфликте, чтобы одновременно и проверить башиняна, и показать свою силу? Я, конечно, не исключаю этого, абсолютно не исключаю, потому что это, в общем-то, в течение последних 25 лет всегда входило в логику, так сказать, процесса. Перед каждым переговорным процессом мы, значит, фиксировали эскалацию, то есть Азербайджан все время этим хотел доказать, что он не согласен с итогами войны и с фактическим статус-кво, и все время хотел доказать, что в случае чего, в случае необходимости и даже желания, они, по-всего, в случае так представляют, они могут этот статус-кво изменить. Но, как показали апрельские события 2016 года, это, в общем-то, не так легко сделать, как это им кажется. Потому что, вы знаете, уплывать только на свое военно-техническое превосходство в современных условиях, в современных геополитических ситуациях, я думаю, это, в общем-то, наивно. Спасибо большое.